что я вам хочу сказать это то что ребенку нужно обязательно говорить правду то есть выдумывать истории о том что там бабушка куда-то переехала или там мама уехала в командировку или что-то такое ни в коем случае не стоит по одной простой причине ребенок и так поймет что в доме что-то произошло люди плачут какое-то напряжение занавешенные зеркала но никакой информации ему никто не дает он понимает что что-то происходит тревожное важное и действительно какие-то процессы идут да но он не понимает как это может отразиться на него и это беспокойство эти страхи они намного больше на него влияют чем если бы он знал конкретно что вот случилось такое-то событие с ним нужно справиться как-то и поверьте мне если вы не сделаете это то есть если вы не поговорите с ребенком то с ним обязательно поговорит кто-то другой и это вполне могут быть какие-то совсем чужие люди еще не известно как именно они преподнесут ребенку эту информацию а самое страшное что после того как ему скажет об этом кто-то чужой ребенок останется с этой информацией наедине и ему некому будет задать вопросы получить какие-то разъяснения желательно чтобы новость о скорбном событии ребенку преподнес самый близкий из его окружения человек то есть тот кто остался из его родственников да и кому ребенок доверяет желательно чтобы это происходило в какой-то непринужденной спокойной привычной для ребенка обстановки выбрать ситуацию когда он накормлен когда он выспался когда он в принципе в достаточно благодушном состоянии и отвести его куда-то в уголочек где вас никто не побеспокоит и вы сможете какое-то время провести наедине и в достаточно в этой спокойной обстановке преподнести ему эту новость часто взрослые боятся быть так называемыми черными вестниками они боятся что этой информации они могут ранить ребенка нанести ему какой-то морально психологический вред и они не хотят чтобы эта информация потом как-то в будущем ассоциировалась с ними им кажется что ребенок будет всю жизнь вспоминать о том что вот папа мама дедушка в общем тот человек который принес ему эту новость вот он как плохой вестник да вот на всю оставшуюся жизнь останется должна вам сказать что совершенно нет часто дети бывают как раз благодарны за то что до них эту информацию все-таки донесли они теперь по крайней мере понимают что вокруг происходит человек который будет говорить с ребенком должен быть достаточно сдержан конечно же если у вас в этот момент пойдут слезы и ребенок это увидит в этом нет ничего плохого скорее даже наоборот вы тем самым покажите ребенку что реагировать как-то переживать это чувство горевания это нормально ребенок должен знать что его эмоции они адекватны и их можно и нужно выражать и что взрослые их выражают в том числе но вы не должны конечно впадать истерику начинать его обнимать и причитать и рассказывать о том боже на кого же ты нас покинул что же нам теперь делать ребенок должен чувствовать уверенность вас самая главная мысль которую вы должны ребенку донести это то что то потеря есть человек умер и нам будет очень тяжело без него но мы обязательно справимся и что с тобой ничего плохого не случится какое-то время будет больно и тяжело но это наша жизнь и периодически с нами случаются не очень хорошие вещи и никто в этом на самом деле не виноват и человек который умер он не хотел умирать и он не хотел тебя оставлять он тебя любил но бывает иногда что что-то случается от нас независище и мы люди мы обязательно должны с этим справиться в конце концов ты остался не один у тебя есть близкие те кого ты любишь те кто тебя любит у тебя есть друзья и в этой взаимопомощи и взаимоподдержки мы вместе идем в будущее у нас все обязательно получится если вашей семье принято обниматься или проявлять свои свою любовь какими-то тактильными способами обязательно обнимите ребенка или возьмите его за руку но ребенок может отстраниться от вас возможно у него именно в этот момент когда он услышит эту новость появится желание побыть немножечко наедине с самим собой не настаивайте также как и у взрослых бывает желание отторжения немножко такого временного также и у маленьких детей бывает потребность просто побыть наедине с этой новостью до пережить ее если ребенок отойдет куда-то в сторону и займется какими-то своими делами не тревожьте его но минуточек через 20-30 обязательно проверьте что он там делает и в порядке ли он бывает так что срабатывает наши защитные механизмы психики и ребенок как вам кажется может так поверхностно отнестись к этой информации не понять ее или не принять уйдет и начнет там рисовать или играться игрушками не нужно его догонять не нужно пытаться ему донести эту мысль еще раз говорить но ты же пойми ты понимаешь что на самом деле произошло не нужно этого делать поверьте у него все эти процессы они пройдут и он осознает и он к этому придет просто детская психика на строна немножечко не так как взрослая она более гибкая и более защищенная и слава богу и ребенок с этим обязательно справиться и эта информация до него дойдет просто ему нужно немножечко больше времени возможно что после этого ребенок подойдет к вам и начнет задавать какие-то вопросы часто дети задают вопросы на тему того а как это произошло а как происходил сам физический процесс а куда делась ее душа если допустим или его душа да если у ребенка уже есть какая-то база религиозная или может быть а что с ней потом произойдет или возможен вообще абсурдный вопрос с нашей точки зрения со стороны взрослых например чего ребенок может спросить а что она не придет теперь ко мне на день рождения ваша задача спокойненько это все еще раз обговорить объяснить причем исходя из своего мировоззрения вот из того как вы видите этот мир и все эти процессы объяснить ребенку что происходит с телом с душой человека да какие процессы происходят куда девается человек что происходит с его личностью если вы не справляетесь сами то я вам рекомендую поискать в интернете информацию на этот счет есть замечательная детская книжка которая так и называется книга о смерти вы можете скачать эту книгу себе в телефон или на планшет возможно на компьютер и сесть с ребенком и разобрать последовательно все что там изложено то есть а там изложена информация именно о смерти и о процессе погребения о том что происходит с телом с душой человека и как проходит обряд прощания также я вам рекомендую посмотреть с ребенком и потом разобрать и обсудить его мультик полный полнометражный мультик называется за три девять земель это мультик о смерти о прощании о том что происходит с телом и душой человека не стоит менять распорядок дня ребенка по крайней мере первое время точно не стоит и не нужно как-то привязываться по особенному к этому событию не нужно готовить какую-то особенную еду или создавать какой-то антураж вокруг этого события понятное дело что какое-то время нужно будет что-то по-новому выстраивать особенно если мы говорим о близком родственнике например который активно принимал участие в жизни ребенка и у них были какие-то свои ритуалы например они читали книжки на ночь или там ходили вместе куда-то там на рыбалку или еще что то то есть первое время вам придется конечно замещать этого ушедшего родственника умершего своим вниманием будьте готовы к тому что ребенок возможно будет чем-то недоволен говорить о том что а вот мама это делала иначе или а вот папа этого не делал объяснять ему что ну вот да действительно сейчас рядом с нами этого человека нет и нам нужно вместе с тобой учиться это делать заново часто возникает вопрос а стоит ли брать ребенка с собой на похороны на самом деле это зависит от ситуации если вы знаете что в принципе там будут достаточно адекватные сдержанные люди и никто не начнет излишне причитать над ребенком рыдать и рассказывать о том что вот и теперь остался сиротой и как-то навязывать ему это свое горе если вы знаете что рядом с ребенком там всегда будет человек который в случае необходимости сможет его успокоить или отвести в сторону и сможет о нем позаботиться то тогда конечно же было бы замечательно чтобы ребенок смог проститься с близким ему человеком если такой возможности нет то тогда возможно стоит организовать таким образом чтобы ребенок смог попрощаться заранее или потом вместе с вами прийти уже на могилу и вот это время пока будут проходить похороны чтобы ребенок мог остаться с кем-то из близких например у бабушки или там у подруги но только обязательно это должны быть люди которых он хорошо знает и где ему будет комфортно возможно что через какое-то время вы заметите что ребенок начинает играть в смерть то есть тема смерти может прослеживаться у него в рисунках или допустим он может начинать хоронить игрушки ни в коем случае не пугайтесь все это временно это такой способ психики ребенка справиться с этим состоянием горевания которое он переживает все мы горюем и дети горюют просто по-своему у них для них способ это проиграть и понять как же это все таки происходит когда эта тема перестанет быть настолько острой это вся ситуация уйдет сама собой для того чтобы вы понимали я вам скажу так тема горевания в норме должна длиться полтора-два месяца если же вы видите что через два месяца какие-то ну афик какая-то эффективная реакция какие-то не совсем правильные действия со стороны ребенка продолжаются то есть допустим он плохо спит по ночам ему часто снятся кошмары он может рвать на себе волосы он может проявлять излишнюю агрессивность он постоянно плачет он много ест или наоборот мало ест он очень много говорит о смерти и эта тема никуда не уходит тогда я вам рекомендую все-таки обратиться к специалисту как вариант ребенок может проявлять не только негативное как нам кажется да какие-то эмоциональные и поведенческие проявления могут быть но и другого спектра то есть ребенок может постоянно пытаться быть с вами рядом излишняя плаксивость он не уверен в себе это тоже может говорить о том что психика ребенка до сих пор не справилась ситуации и он до сих пор находится в остром состоянии переживания горя но и самая главная мысль конечно которая должна оставаться у вас голове которую вы да не должны донести ребенку это о том что да сейчас у нас случилось горе да это больно это плохо это сложно но жизнь продолжается дальше и обязательно у нас все наладится я вам желаю чтобы какие бы сюрпризы не приготовила вам ваша жизнь на вашем пути вы помнили что все обязательно будет хорошо и никогда не поздно стать тем кем ты всегда мечтал